Идём дальше. Движемся по болоту Мангарна. Ровно с того же места, где закончили. Так. Сюда я вроде ходила, ходила, ходила. Давайте карту глянем. Ага. Ух, какие тут. Похожи на гидр. Так, так, так. Собственно, территория-то тут небольшая, да? Ага. Нет, туда нельзя. Ладно. Так. Ваше Величество. В этих коконах люди, судя по мундирам, нельфгарцы. От большинства остались только кожа и волосы. Какое-то чудовище растворило и высосало их внутренности. Но некоторые ещё живы. Как с ними поступить? Никак. Чудовище оказывают нам услугу. Не будем им мешать. Освободить их и забрать в армию. Будет кому убирать лагерь. Мы достанем их из коконов в снаряжение, а самих оставим умирать. Ох, что предпринять? Почему вот этот вариант, ну, не нравится солдатам? У них сострадание или что? Не знаю, короче. Кто у нас тут? Обычный. Туман сгущался с каждой минутой. И вот уже Мэва не могла рассмотреть и остряя собственного меча. Это точно необычный туман, думала королева, напрягая зрение. Её опасения вскоре подтвердились. От начала колонны до неё донеслись вопли погибших солдат. Так, что у нас тут? Поскольку это обычный бой, нам надо что-то приберечь напоследок. Что-то у меня много тут. Ладно, посмотрим, что там будет. Так, захватчики пошли. Её Величество. Ну, здрасте, исключительно. Рейнарда тут не хватало. Так вовремя, так вовремя. Одна надежда, что его сейчас любят. Я бы солода сна на его из колоды. В эту жатву вместо жито-чёрных косить будем. Ну-ка, они есть, да как-то. Так мы сапоги жмуть. Так. Ну и нормально, карты сберегли. Собственно, неплохо. Ага. Под крепление мне в помощь. Вот так. Вот это. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Короче, оставлю пока как есть. Нормально тут всё. Ну, во-первых. Не могу не устроить здесь пожар. Ещё очень нужен мне Эль. Вот теперь главное, чтобы собака не сожрала ничего лишнего из колоды. Точнее, из руки. Так. Хочу поставить вот этих, и потом их сыграть много-много. А ну-ка, отправляйтесь ко все. Вон туда. И вот так. И вот так. Чем вообще хороша, её спрятать легко. Неплохо. Вот где Рейнард не помешал бы. Ай. Ну, как бы... Обратно-то они мне его не отдадут, да, ведь? Ну, зато я могу кого-нибудь реквизировать отсюда. О. Ещё могу вот эту штучку достать. Так. Конец хода. Не хочу третий раунд. Надо победить. Однозначно. Давайте здесь поместим им давилку. Не давилку, а волчья яма. Всё время я её вот с этой штукой пытаю. Так-с. Пока вот так. Ну иди сюда, потанцовай. Во-первых. Вот так. Во-вторых, вот так. Во-третьих... Ну, любые, да? Ну и, собственно, я думаю, что он не догонит меня в любом случае уже. Что там у него осталась одна карта? Нормально. Хо-хо-хо, я типа собрала более-менее рабочую колоду. Даже без дополнительных инструкций. Зуб даю. Ничего не читала, не смотрела, не... Вообще никак... В общем, никаких допингов не было. Так, я же оттуда пришла, правильно? Так, вон там. Висельники мои болтаются. Тут что? Жители Ангрена, хоть и привыкли жить среди чудовища черной магии, но никогда не забредали выездить. Лирийцы только один раз наткнулись там на след человеческого жилья. Посреди Альшаника они заметили очертания крытых соломой хат. Поселок жилой? Обратилась Мэва к разведчикам. С этого расстояния сказать нельзя, госпожа. Лирийцы вошли в деревню с оружием в руках, готовые к бою. Они быстро убедились, что поселение заброшено. Подгнившие дома склонились к земле. Тропинки поросли высокой дороги. Ну тут наверняка есть какие-нибудь чудовища. Но кто здесь побывал, и притом совсем недавно? Это можно было понять по трупам гули, лежавшим у колодца. Ага, кто-то здесь уже был. Мэва встала на колени возле одного из чудищ. Оно было разрублено пополам. Может быть, это ведьмак? Он должен отличаться необычайной силой и орудовать бритвенно острым мечом. Может быть, это наш Геральт здесь был? Сейчас их перейдет еще больше. Мэва вскочила на... Мэва вскочила на... Ведьмак. Из хаты вышел мужчина в тяжелом кожаном доспехе. Но не Геральт. Он был ранен. И глаза у него были кошачьи. Если бы это было так, мои разведчики уже трубили бы тревогу. Мужчина вытащил подвеску в виде медвежьей головы. А, медведь, понятно. Школа медведя. Сдергался и дрожал, будто стремился сорваться с цепочки. В том, что касается чудовищ... Сказал мужчина, кривя губы в неприятной усмешке. Ведьмаки обычно не ошибаются. Ведь спустя раздался пронзительный лист. Недолго думая, Мэва бросилась в водоворот сражения. Что ты там плачешь? Виталий плачет? Поехали. Ведьмак к нам на подмогу. Хоть и был тяжело ранен, оказался провольнее любого из лирийских солдат. Его серебряный меч не знал покоя. Он перерезал артерии и сухожилия. Без ошибки находился в щелях хитинных панцирях. Мэва зачарованно смотрела на это, пока, наконец, за ее спиной не раздался рык гуля. Королева поняла, что ей самой надо принять бой. Секунду. Начнем. Так, у меня есть один раунд, поэтому вот чуваки типа этого мне здесь не нужны. А нужен мне, наверное, тоже пращник. Не помешал бы. Но... Во. Нормально. Они приближаются. Похоже, ты был прав. Так, ведьмак... Зовут его Ива. Из Бельхавена. В начале каждого ухода наносят случайному бронзовому вражескому отряду урон равной половине значения силы Ива. Если этот отряд уже получил урон, тогда уничтожает. Ммм... Неплохо. Заменим. Так. Начнем... Е-е-е-е-е. Вот с этого. Так, жагнется у нас тут. Которая не завещает нам ничего хорошего. Так, дуэль. Так, сбрось у меня пока никого. Вот этого человека я хочу достать. Он такой безбашенный, но полезный. Это у него Квен. Судя по... Нет, не Квен. Это, наверное... Не знаю. Ладно, не буду гадать. Так, одинаковые. Этот долбанет количеством восемь. Значит, вот так можно сделать. Ставим пращника. Чем вообще хороша, ее спрятать легко. И... Сделаем вот так. Ух ты. Неплох, неплох. Выставим допинг. Так. Давайте сыграем подкрепление. В лице вот этих ребят. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Чем не больше, тем больше попасть. Так, значит, шесть. Вот так сделаю. Ай. Вот так сделаю. Так. И пока все. Знак вот тут появился, видела. Это был Игни. Вот. Вот что это было. А теперь... Я... Кого хочу? Хочу одного пращника и вот этого. Начнем. Так, значит, у меня есть пять. Пять. И... Вот так хочу. Давайте сыграем трупов. Мальчистер! Ну давай, убей меня! Не так их много, но да ладно. Надо было подождать, пока этого убьют. Если, конечно, его убьют. Слушайте, а перевес пока небольшой. Я бы даже сказала, вообще не перевес ни разу. Так, этот чё? Этот у нас... Дуэлянт. Пока не будем. Рано. Так, уравнять мне пока нечем. Давайте сделаем вот так. А, да и, собственно, на этом, наверное, всё будет. Это был последний. Теперь должно быть тихо. Хэп вытвы. Так. Ну, что? Пока мне нравится, как работает мой отряд самоубийц. Там, правда, не все самоубийцы. Благодарю за помощь. Так, пойдёшь с нами, чувак? Ты... Ведьмак из школы медведя. Нормально. Сражаешься. Я Мэва, владычица Лирии и Ривии. Ну и ну. Не думал я, что кого-нибудь здесь встречу. И уж тем более не королеву во главе армии. Мы забрели сюда случайно. Не сомневаюсь. Никто не посещает изгид по собственной воле. А что тебя привело сюда? Исполняешь какой-то заказ? Верно. Охочусь на чудовище. На какое? Так, собственно, на какое чудовище у тебя заказ? Погодите, погодите. Вы хотите сказать, что привели людей на изгид и даже не знаете, кто здесь обитает? Догадываюсь. Я же сказала, мы зашли сюда случайно. Да. Ну а если и выйдете отсюда, то чудом. Болотые изгиды это владение крайне опасной твари. Эльфы прозвали ее Гуайрный Хаер. Ну, кровавая госпожа, да-да-да. А местные жители исказили слова. Получилось Гернихора. Действительно. Я уже слышала это имя. Вы наверняка видели и ее плоды, пиявок и клещей. Вам всем лучше держаться от них подальше. Давайте сначала вот это спросим. Это что, собственно, такое? Не спросила, кто ему платит. Зависит от того, у кого спрашивать. Эльфы считали, что это падшая богиня. Они были не в состоянии ее победить, но, покуда тут жили, не давали ей набраться сил. Ну, а местные свято верят, что Гернихора это дух проклятой принцессы. То есть? Говорят, она проезжала здесь, направляясь на север, чтобы выйти замуж за темирского принца. Но ее кортеж сбился с пути, повозки увязли, а люди утонули в трясине. Гернихора схватилась за корни, прежде чем ее засосало болото. Она долго взывала о помощи, но никто не мог ее услышать. Сотни пиявок облепили ее и высосали из нее всю кровь до последней капли. Людская фантазия безгранична. Ее душа была до того переполнена страхом и отвращением, что не смогла отлететь в иной мир. И потому она вернулась в воскрешенные магией болота Изгита. О! Страшная история. Ну, подтверждает мои слова. Да, но наверняка выдуманная. Впрочем, я и эльфским легендам не доверяю. Гернихора это чудовище, вот и все. Вероятно опасно, но чудовище. Че там с клещами? Это сложно, что эти пиявки и клещи ее плоды? Это сложно объяснить. У нас есть время. Не знаю, откуда оно у вас. Гернихора существо во многом родственное вампирам. Так. Только вот вместо того, чтобы питаться чужой кровью, она кормит других своей. Ммм, не понимаю. Она прикладывает этих паразитов к своему телу, откармливает их, а потом развешивает по кустам и деревьям. Так. Зачем? Для других чудовищ это лакомство, перед которыми они не могут устоять. А когда они отведают крови Гернихоры, то теряют разум, становятся ее слугами. Серьезно? Поэтому, если ваши пути пересекутся, вы будете сражаться не с ней одной, а со всеми тварями, чтобы смеяться эти проклятые болота. Ну-ка, давайте спросим. Как мне с ней бороться? Ведьмаки не делятся профессиональными секретами. Эх ты-то какой! Даже с теми, кто только что спас ведьмаку... Вообще. Я, между прочим, королева. Дождитесь, когда она начнет кормить паразитов. В это время она слабее всего и будет чувствительна к ударам. Угу. Понятно. Еще бы запомнить. Значит, нужно атаковать, как только она приложит к шкуре пиявок. Так. Верно. А когда... Если вы ее убьете, очарованные ею чудовища ослабеют. А потом вы должны сжечь тело. Вы поняли? Обязательно. А ты что же? Отказываешься от охоты? Нет, но сейчас вижу, что должен лучше подготовиться. Изготовить необходимые эликсиры, масла. Я вернусь через несколько дней. У меня нет столько времени. За нами следует Нильфгардское войско. Я должна ехать дальше. В таком случае желаю вам удачи. Большой удачи. Ну, то есть чувак с нами не пойдет. Мне не удастся уговорить тебя поехать с нами. Королева. Мы лишены чувств, но не разума. Ведьмак исчез за деревьями. А Мева... Мева... Мева лишь надеялась, что солдаты не слышали их разговора. Да блин. Зачем? Карту мне дали, да? Вот, кстати, тот самый Квен мне типа того и дали, да? Неуязвимость. Ну, вот пургой я давно не пользовалась. Давайте возьмем барьер. Попробуем. Так много карт разных дали. И, ну, глупо прям хотя бы по разу не попробовать все остальные. А игра типа, ну, и без них нормально работает. Госпожа, здесь в каждом доме трупы целые дюжины. Никаких следов разложения. Они выглядят так, будто умерли только что. Но все покрыты толстым слоем пыли, будто пролежали несколько веков. Обыскать. Так, щит. Щит. Отряду 8 единиц брони. Не, это мы пока не будем делать. Кхм. Вот это вон там какое-то чё-то нильфгардское, я вижу. Мэва подозревала, что призванные колдуэлом нильфгардцы шли по её следу. Правда, костяк имперской армии, обременённый обозом, вряд ли бы догнал лирийцев на бездорожье и изгита. Но летучий отряд кавалерии и лёгкой пехоты вполне могли. Поэтому, когда из тумана показались одеты в чёрные солдаты, королева не удивилась. Она тут же приказала солдатам занять боевые позиции и приготовилась отражать нападение. Однако нильфгардцы не нападали, а стояли неподвижно в молчании. Что с ними? Только сейчас Мэва их рассмотрела внимательнее. Они едва держались на ногах. Бледные, покрытые гноящимися ранами. Изгид обошёлся с ними так же жестоко, как и с лирийцами. Командующий захватчиков с трудом держался в седле. Он выехал вперёд и обратился к королеве на беглом всеобщем языке. Половина моего отряда ранена, половина больна. Ваши ряды ничуть не лучше. Верно, только мы превосходим вас числом. Это правда. Если начнётся бой, вы наверняка победите. Но на этих болотах любая рана будет воспаляться и гнить. И вы всё равно потеряете множество людей. Так что же ты предлагаешь? Спросила королева. Разойдёмся мирно. Идёт война. Возможности иступить в бой представится немало. Но не здесь. Не так. Королева взвесила словами Дагаса. Интересное предложение. Он во многом был прав. Но в этих словах могла таиться какая-то хитрость. Госпожа. Мэвора слышала голос Хавьера. Мы не можем их отпустить. После того, сколько зла они нам принесли. Ну, с одной стороны, не можем, конечно. С другой стороны, болото, может быть, их доконает без нашей помощи. И вот... И вот... И вот... Атакуем, получим с них чего-нибудь. А может, что-то потеряем. Уйдут и потом встретят нас большим числом. Атакуем. Я смотрю на это иначе. Сказала Мэва с коварной улыбкой. Разбив твой отряд сейчас, позднее я буду сражаться с меньшим войском. Похоже, вы уверены в себе, Хавьера. Сейчас узнаешь, о чём я сказала. За мной! Мэва стекнула коня и ринулась в бой. Прямо на войске гильдарства. Поехали. Короткий. Ладно. Обмен. Щит оставил. Вот эту беру. Так, это не надо. Прачник есть. Эффекты. Да, возможно, пригодится. Рейнард бы не помешал. А вот Газкон. Чёрт его знает. Хотя... А, давайте так оставим. Кто посомневался? Твоя жизнь теперь принадлежит мне. Ништяк. Где у меня тут... Поджигатель. Всё, пока. Чувака у меня нет, который, да, мочит. Каждый ход. Ладно. Мудрый выбор. Мудрый выбор. Заберём... Заберём... Вот этих вот... Ребят... Себе. И шлёпнем... Пожалуй... Вот так. Командуйте. Так. Арбалетчики. Ждёшь особого приглашать... Надо было сюда вставить. Вот я, как обычно. Всё время забываю про этот вот... Логенбург. Преклятый. Ладно, вот так сделаем. Раз уж на то пошло. Сейчас прачники пройдут. Слушайте, у меня... Слава великому солнцу! Сколько вот этих, интересно. А, у меня много кеса. Такого нет, да? Прачников осталось двое. А вот этих тоже двое. Дуэлянтов, да? Так, а этот... А, этот... Этот вот так работает. Бах! Дуэль, пожалуйста. Хорошо. Все дороги ведут в Нильфгард. Ещё один такой. Чудесно. Так. А надо ли оно? Я даже не знаю. Наверное, пока нет. Давайте вот это возьмём. Если обжёгся, найдись нахрен или целите лицо. Давайте случайно и сыграем. В эту жатву вместо жито-чёрных косить будем. Так, и этот не заблокированный. Хорошо. Так, ну и сейчас у нас пойдут прачники. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. Ага. То есть эти у меня... Так. Ладно. Ставить-то мне, собственно, некуда. Так. Так, нам сейчас будет ходить. И возьмём-ка мы кого-нибудь интересного. Вроде чем-то пахнет. Так вот, хочу. Собственно, перевес вдвое. Практически. Так что... Не нравится мне это. Можно уже, наверное, пасовать, но я не буду использовать эту карту. Смотрю, как она работает. Чисто на... На любой. Так вот, да. Ну, собственно, всё. И мы выиграли. Ну, такая вот, да, королева. Битва шла в туманном густом лесу. Когда звуки сражения стихли, Мэва даже не знала точно, кто одержал верх. И лишь увидев, как из-за деревьев выходят в неё солдаты, измученные, израненные, но с улыбкой на губах, она поняла, что победила. Однако времени праздновать успех не было. После короткого привала королева дала приказ к выступлению. Костяк мелькардской армии должен был быть близко. Нельзя медлить. Шлёпаем дальше. Постройки. Чё-то у меня тут осталось ещё. Лаборатория алхимика. Конный грабитель. Нет, такие мы пока не будем делать. Алхимик плюс. Я помогла их сюда засунуть, но... Ну как бы зачем? Не буду. Глянем карту. Так, спустимся вниз. Да, точно тут же лагерь был. Ага. А в лагере чудище. Мэва выргулась, когда разведчики донесли, что обнаружили лагерь нельфгардцев. Этого ещё не хватало. Но оказалось, что палатки пусты, хотя костёр всё ещё горел, а привязанные к деревьям кони спокойно щипали траву. Королева знала. Изгид достаточно хорошо и понимала этот дурной знак. Пропустили букву «й» в слове «изгид». И, наверное, я должна была зайти с какой-то другой стороны. Сначала попасть в брошенный лагерь, найти его, а потом уже наткнуться на нельфгардцев, которых я только что убила. Как-то так, наверное, должно было быть. Но я всегда всё наизнанку прохожу. У меня там будут чудища. Так, это не надо. Так, слушайте, мне достаточно такого одного. И вот... Огня-то у меня тут и нет. Нормально и... Ну, хотелось бы всё-таки поджигателя, но да ладно. Чем прощать рожай, если спрятать легко? К вашему слугам. Нормально. Бешеный. Отца-убийца. Так, что есть у чудовищ? Опять у них тут мелкие вампирёшки. А, слушайте, это же бой обычный должен быть, да? А я сюда, короче, влепила всё, что могла. Тогда будем экономить. А как мы будем экономить? За счёт вот этого вот... Никого не создавать мне тут, пожалуйста. Ну и поставим, поставим, поставим. Кого поставим? Ещё вот его поставим. Да иди сюда! Потанцуй! Вот же... Собака! Чё, зачем я это сделала? Не знаю. Тут кто? Тут Эль. Ну, как всегда, налакалась. И, собственно, надо пасовать, потому что, как бы, хватит тратить карты. Иначе следующий раунд мне не выиграть. Нормально, слился. О! Так. Карту, которую поменять. Какую мы хотим поменять? Вот эту мы хотим. Блин, плохо поменялось. Ну ладно. Давайте сброс сыграем. А, честный! Хочешь знать, откуда у меня эти шрамы? Да не особенно. Так. И... Итак. Смерть! Что ещё мы можем здесь придумать интересного? Вот так, например. Потом вот так, например. И... И-и-и-и-и... Вот так, например. Ну, почти. А, ладно. Ах, выж! Это не есть хорошо. Ммм... У меня подтянулись зрители. Поэтому, возможно, будут какие-то потусторонние звуки. Фоновые. Ладно. Массовка. Мы же за двум месту жито-чёрных косить будем! Шрамы? Нет, уже добавят. Забавно, что собаку всегда съедают. Что я хотела? Я хотела сделать так. И хотела вызвать подкрепление в виде вот этих вот ребят. Или вот этих. Вот этих много было. Давайте их сыграем. Пусть стоят. Хоть и они есть, Акаша! Так, Макс, опустишь муть! Да? Надо было слухать мою бабу. Массовка. Ну, давайте так. Дисциплина принесёт нам победу! А теперь мы можем сделать... Какой лучше? Этот или тот? Ну, давайте так. вот так и вот так вроде ничего так пока что так чуть уравняем долбанем и защитим кого без разницы собственно так вот пусть будет вот этого надо было наверно как самого большого ну и последний наш ход блиц две штуки а у меня есть общение не знаю давайте посмотрим чисто из интереса потому что вроде бы я тут так и так побеждаю вот кто то есть так тут раз два три четыре пять шесть семь восемь или вот это не считается восемь 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 и этот что делает по одному с той же силы но тут одинаковых нет ладно так все вроде все не догонишь не догонишь не догонишь даже несмотря на вампира большого неплохая колода получилось удивительно королева моего скользнула из ловушки направилась красной бензюги вам нужно любой ценой отрезать ей путь к бегству в случае неудачи каждый третий солдат в вашем отряде получит порку и месяц карцера да красная бендюга когда уже была мы назад что ли идем не пойму так чё тут есть так туда это уже а ну да то есть короче мышь в обратную сторону идем правильно все но я здесь еще не везде побывала а посему далеко тут обходить пойдемте во первых наверно надо вот так сделать вот тут вот чё то еще она это там осталось на той части это там в дупле руки отгрызали сюда зайдем да установим и посмотрим что тут есть головоломка иногда говорят что кладбище это место вечного покоя что уж мой опыт подсказывает что все как раз наоборот могильники обычно смертельно опасны и всякий кто стремит не стремится встретиться лицом к лицу с чудовищем должен обходить их десятой дорогой убейте кладбищенскую бабу активируйте способность вашего лидера 4 урона уничтожайте слабейший отряд тут чё 8 странно странно блиц зачем так много карт если я могу чуть ли не одним ударом их тут всех а так не могу да давайте сблиться начнем чем арбалетчик по вашему приказанию тоже не могу понять у него неуязвимость неуязвимость доспехи их не спасут лирия а достаточно одной стрелы достаточно одной стрелы в 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 работать как у нее неуязвимость взять интересно и мои все уничтожились укажите мне цель арбалетчик по вашему приказанию прибыл чет я пока не понимаю что должно произойти доспехи их не спасут короче мне надо их уравнять было а ну-ка так и чё так но одинаково и дальше чё достаточно одной стрелы укажите мне цель короче они должны все по 19 стать так что ли арбалетчик по вашему приказанию прибыл доспехи их не спасут лирия достаточно одной стрелы и Продолжение следует... Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Вот в чем прикол. До какого-то уровня начинает уничтожать. То есть урон должен быть больше. Не надо допускать, чтобы мои отряды уничтожились. Должны уничтожить сутей. Когда станет 19, тогда, собственно, все и будет как будет. Так, пока не больше. Ой. Лирия! Достаточно одной стрелы. 7, 9. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Да одинаковые они должны стать. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. блин доспехи их не спасут и ох ты а вот так что А вот тут, наверное, не есть хорошо. 11. Да куда ж ты нажалась-то? Я ее думалась-думалась и нажалась не в ту степь. Ладно. Собственно, стандартная ситуация. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Достаточно одной стрелы. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. ЛИРИЯ! Так, пока все идет как надо. Теперь мне надо сделать вот что. Нет, не так надо было сделать. Блин, надо было сначала укрепить их, да? Угу. Сейчас моих всех почикают, а нам так не надо. В чем смысла нет продолжать. Я же сказала, что я сейчас забуду, что надо делать. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. ЛИРИЯ! Рана Мэллу я использовала. Вот сейчас они все еще будут меньше. Достаточно одной стрелы. Укажите мне цель. И все еще меньше. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Теперь. Так, они станут одинаковыми. Так мне не надо, пожалуй. Или надо? И вот они, главное, сравнялись, да? Куда ее нажать-то надо? Да блин! Кто овца? Я овца. А собственно-то и... Ладно. Будем думать, что так и задумано. Ну, я уверена, что как-то не так должно было быть. Так, на этом завершаем. Возьмем. Продолжение следует...